Перед тем, как вы увидите данное видео, хочу порекомендовать вам канал PlayerReview. На этом канале вы сможете встретить нарезки с футболистами, которые выступают в российской премьер-лиге. Также есть некоторые обзоры, посвященные футбольному клубу ЦСКА. Подписался я? Подпишись и ты. Ссылочки будут в описании. Здравствуйте, мои пернатые друзья! На ваших экранах расписание на сегодняшний выпуск. Тоттенхэм, Дерби и Бормут. Также в сегодняшнем выпуске мы приобретем одного футболиста из тех, которых вы мне советовали. Всех я добавил в список, на всех отправил скаута. И думаю, что к игре с Бормутом уже можно будет определиться, кому можно будет сделать предложение. В общем, погнали к составу на игру против Тоттенхэма. Состав, собственно, на ваших экранах. В принципе, получилось без изменений по сравнению с площадью игрой. Шлюп на ЛЗ выходит. И Муры в пары с Морганом будут играть. И пошли в первую атаку. Отличная передача на Варде. Открываем счет на четвертой минуте. Против главных конкурентов в реальной жизни Тоттенхэма. Лестер открывает счет уже на четвертой минуте матча. Морезом прошли. Голевой пас от Дринкмотера, от которого я ждал голевых действий в первых двух турах. И Варде с левой ноги с нерабочей вколачивает мяч в сетку Ворма. И в атаке Тоттенхэм. Мэйсон. Мэйсон по флангу. Подачку пилит на Кейна. Кейн. Муса, муса, муса. Камон. Давай, обходим, обходим. И вдаль не стреляя. Заблокировали удар. Варде подачку с углового. Ой, здесь кто? Шлюп был. Шлюп был, да. Неплохо пробил. Еще лучше было бы, если бы ты в створ попал, братан. Морез. Курва, курва. Ой, как Вормда вытягивает это ударище. Морезище. Какая курва у тебя, братан? Ох, алжирский монстр. Так, Шадлина. Офланги подачку пилят. Но Туттенхэм у нас просто заброс машины. Все атаки летят в голову Кейна. Ошибаемся, ошибаемся. Мы на постпах шрафной. И ударище в шмейхеле полетел. Полетела, полетела. Контратака полетела. Морез, убирай мяч. И навая подачку грузим. Ой, неплохая на Мусу летит. Ну, конечно, было сложно. Мы все опередить защитника. Еще одна подчатка Морезу. Ой, там Ворм, что творит. Ну, был офсайд, кажется. Симпсон бил. Да, офсайд был. Смотрим на статистику после первого тайма. Она полностью в нашу пользу. Шесть ударов. Владение мячем равное. Точность передач побольше. В общем, нужно продолжать в том же духе. И Туттенхэм будет повержен. Подачка, подачка. Какая штанга. Ну, что там было ранее? Офсайд или что? Штрафной? Судья ставит штрафной в момент такого ударища от Тоттенхэма. Вот это лол. Эриксон будет подачка. Да. Все спокойно для нас обернулось. Шмейхель на месте. Он весь матч сегодня на месте. Но Тоттенхэм сейчас придавил. Конечно, нас придавил. Морез на фланге. Убираем. И давай, кскурвы. Ай, рикошет. Нет. Летела там очень хорошо. Муса подачку. Варди, Варди. Дубль. Я не ожидал этого. Я не ожидал. Думал, подачка чуть дальше полетит. И там вышедший на замену Дайер ее сыграет. Ну, Варди ворвался. И 2-0. Дубль Варди. Третий мяч его уже в сезоне. Тоттенхэм поднавалился к нашей штрафной перекладине. А Эриксон еще один удар. Гол. Ну, ничего. 88-я минута матча идет. Окей, Тоттенхэм, в принципе, наиграл на этот гол по ходу второго тайма. В перекладину здесь Кейн бешено ударил. Ну, и Эриксон расстрелял наш ближний угол. Канте подачку на последних минутах матча. Ой, да, почти что дотянулся. Матч подошел к концу. Одержали мы тяжелейшую победу. Сейчас взглянем на статистику матча. По статистике она чуть-чуть в нашу пользу. Ну, как, чуть-чуть по ударам, только она в нашу пользу. Точность передач у Тоттенхэма на 1% побольше. Владинец тоже побольше. Ну, что, первая победа в выпуске. И вторая в чемпионате Англии. Неплохо начали. Тоттенхэм самый сильный соперник до конца августа. Поэтому, надеюсь, что продолжим в том же духе. Дальше у нас дерби. Состав на кубковую игру на ваших экранах. Собственно, здесь произошла полнейшая ротация состава. Дайра, Казаки, Олбрайтон, Джеймс, Инлер, Кинг, Худ, Тунисец. Тяжелейшая фамилия для меня. Делаэт, Фукс. И дебют Гошева. К слову, он приходил в команду со скиллом 56. На данный момент уже 61. То есть, за месяц он набрал плюс 5, мать его. Погнали тестировать наш резервный состав. Кинг неплохо на Олбрайтон. Олбрайтон, Олбрайтон, Винлера, по-моему, отдал пас. И тот не забил. Прямо в голкипера пробил. Отличнейший момент был, чтобы снова на старте матча забить. Фукс ошибается. Гошев сэйвит. Что сделал Фукс в этой ситуации? Он просто подарил мяч сопернику. Ну, Гошев, нет, здесь мимо. Удар пошел. Кинг на Дайра. Дайр, Дайр, Дайр. Дайр отлично убрал. И прострел. Прострел не обтугола. Хо-хо. Инлер. А лонгшот Иннером у него должны быть хорошие лонгшоты. Но попадает он всего лишь в жопу игрока Дерби. Атака от Дерби. Первая во втором тайме. И хут, по-моему, подставляется. Нет, это был Далаед. Кто это там пролетел мимо мяча? Так нельзя, чувак. Дерби в нашу штрафную врывается. Неплохо прокинули его и положили на жопу. Гошев, твори чудеса. Добивание. А, ну, Гошев сделал все, что мог, конечно. Джонсонс, по-моему, забил. Блядь. Добивание. Тупое добивание. 60-ая минута на матче. Дерби ведет. Смотрим здесь, как нас просто порвали в наше же штрафное. И восьмой номер не успел накрыть этот удар. Точнее, добивание головой. А казаки. А казаки. Убирай. И в Дани стреляй. Сука, что за удар, а? А что делает Сиргуси Сирий, когда он проебывает по ходу матча? Перестраивается на спасительную схему 4-2-4. Не хочу вылетать на такой ранней стадии скупка. Конечно, он не совсем важный в Англии. Кэпитал, но все же позориться от клуба Чемпионшипа не хочется. Выпускаю я, собственно, Крамарича и Грея. Грей на ЛФА. Крамарич в пару как казаки. Будем давить дерби. Надеюсь, что сравняем счет и переведем матч в дополнительное время. Блядь, ебучий дерби уже 10 минут. Просто так катает мяч. Я не могу отобрать. Вот посмотрите, что они делают. Они просто играют на фланге треугольник. Даже не идут вперед тянуть время, блядь. Как это делает ПК. Блядь, но дерби вообще в футбол, сука, не играет. Я не могу отобрать у них мяч. Ну, посмотрите, как они держат. Они просто распасовывают треугольник. Все эти 20 минут игрового времени, которые у меня были, на то, чтобы помчаться в атаку. И вот это вот, блядь. Вот это вот больше всего меня раздражает, когда они становятся углового флажка и тянут время. Так, у нас атака. У нас атака последняя в матче. Неплохо, неплохо. Еще дальше. Кто это? Блядь, ну почему Крамарич в первое касание не пробил? Зачем он принимал? Уступили мы дерби в первом же раунде Кубка Кэпитала. Ну, как это? Для нас первый раунд Кэпитала. Сграем на статистику. Ну, статистика полностью в пользу дерби. Точность передач 95. Так даже Барселона не играет. Ладно, погнали. Сейчас, наверное, защитника подпишу. Собственно, как я и говорил, я подписал защитника. Выбор мой пал на Семедо. Первой из причин стала его маленькая цена. 3,5 миллиона. Также у него есть пейс. Он очень высокий. Он может сыграть на нескольких позициях. И, в принципе, статы располагают для дальнейшего роста. Поэтому из всех тех ребят, которых вы мне посоветовали, и из тех, которых я добавил от себя, выбор, собственно, получился самым, что ни на есть объективным. Состав на игру против Бормута. Они же вишенки на ваших экранах. В принципе, тут привычная для меня основа. Шлюп. Муры. И Семедо, дебютант этого матча. Решил я кинуть его в самое пекло, когда у тебя в составе Морган и Худ два гиганта Старикана с пейсом по 33. Только и остается играть перспективной молодежи в центре обороны. В общем, погнали. Играть последний матч этого выпуска. Бормут на фланге. Будут сейчас грузить подачку. У них там высокие афобы играют. Бормут на фланге. Бормут на фланге. Видимо, сейчас будет подачка. Что с моим защитником? Куда он уходил? Алло! И Бормут таким образом открывает счет афобы. Высокие афобы, о котором я сейчас говорил в прошлой атаке Бормута. Что будут идти на него подачи. Но что там с моим защитником? Почему он уходил с поля? Вот посмотрите, он там идет, хромает. По сути, тот игрок, который должен был крыть афобы, и он ушел с поля. Кто это? Это Муро, по-моему, уходил. FIFA. Бормут на фланге. Бормут, Бормут на фланге. Бежит, бежит. Отличный пас. Просто отличный. Сейчас был пас. Разорвали меня в штрафной. У меня игра вообще не клеится. В этой игре нельзя против ПК пропускать первым. Потому что Бормут занимается тем же самым, что и делал дерби после того, как они забили. Они просто держат мяч в своей штрафной. Ты бегаешь, как кретина, пытаешься отобрать. Быстро разыгрываем. Быстро разыграли. Варди, стреляй, нахуй ты мне с парашютиком этим ударил, а? Если бы, конечно, в канты прошло и Бормут с ним выходил, это было бы шикарно, но, блядь. Ужасный первый тайм в моем исполнении. Да и, в принципе, Бормут ничем шикарным не отметился, кроме того, как они надержали себе мяч после забитого мяча. Будем стараться вырывать хотя бы ничью во втором тайме, ибо очень сложно играть против команд, которые забивают первым и начинают держать мяч. Варди неплохо прошел, стреляй, сука, Боруц, и удар слабый получился. Первый наш опасный момент в матче получается. Неплохо, неплохо. Есть пространство перед Морезом. Убрать мяч, отдать пас и дринг-вотер забить. Сука, зачем ты бьешь за ебучего защитника? Блядь, какой момент сейчас создали, а? Можно было еще дальше Варди катить, но я Варди не видел штрафной. Блядь. Неплохо, Варди, стреляй! Два подряд опасных момента. Неплохо, дринг-вотер, убирай, стреляй, сука, да! Блядь, 1-1. Так, и у нас еще 10 минут, у нас спасительная схема снова сработала. Дринг-вотер, 1-1, первый мяч дринг-вотера в сезоне. Пас это кто? Кинг вышечен на замену. Замена сыграла, все сработало. Сири, гусь из Сири, просто филигранно тактически сейчас переиграл Бормут. Они же вишенки, и буду стараться вырывать победу. Не хочется терять очки с Бормутом. И Турбо на фланге у Бормута. Ого, я ждал навеса, ну и Турбо здесь сам пошел, сам выстрелил. Шмельхель на месте, молодец. Ой, Варди, отлично, Варди, Крамарич, пошел, пошел, корпус поставил, прокинул. Дальше, дальше забегание, алло, нахуй, красная, блядь. Красная, красная за такой фолл. Ну, сука, пиздец он сфалил, зачем? Он сейчас, по сути, спас свою команду от чистого второго мяча. И судья ничего ему даже не поставил. Да, шуя прососал этот наш финальный 1-1 с Бормутом. Ну, хоть не поражение, блядь, ушли от поражения. Спасительная схема снова сработала в ОПЛ. Статистика о ней, смысла здесь говорить нечего, она невыразительная. На один удар больше мне, чем у Бормута. И погнали глядеть турнирную таблицу. Добрался я до турнирной таблицы. Долго сейчас раздумывал, приобретать ли мне дополнительного АЦП в состав или нет. Денег осталось мало и решил, что отложу этот вопрос до зимы. Может потом руководство выделит какие-то финансы. Если взглянем сейчас на турнирную таблицу, мы увидим Лестер на пятом месте. И всего лишь два очка от Ньюкасла. Ну, мы сейчас идем в чемпионском графике. Победа, ничья, победа. Будем продолжать в том же духе. Будем, естественно, подниматься выше и выше. Наша планка это победа в первом же сезоне в АПЛ. Сыграли мы три матча в выпуске. Непривычно было играть три игры. Но зато разные эмоции. Победа, ничья, поражение. Как и ожидалось перед снятием выпуска с тремя матчами. В общем, ладно, заканчиваем этот выпуск. С вами был Гусенок. Ставьте класс, если вам понравилось данное видео. Всех обнимаю. Люблю, целую. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok